Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Фонд капремонта направил кировчанам уведомление о задолженности. Это 200 собственников, которые вносят деньги на спецсчет, владельцем которого является региональный оператор. С декабря 2014 года по ряду многоквартирных домов взносы на капремонт на такие счета не поступали. Причиной стало то, что собственники не выбрали уполномоченное лицо, которое предоставляло бы услуги по печати квитанции. Теперь, если в течение пяти месяцев задолженностью не будет погашена, то будет принято решение о формировании накоплений на общем счете регионального оператора. Дайджест недвижимости Кировская региональная ипотечная корпорация повысила уровень сервиса. В компании делают все возможное, чтобы покупка жилья стала простой и удобной. Теперь в Крике можно приобрести квартиру практически в любой новостройке Кирова по цене застройщика, а также оформить ипотечный кредит и воспользоваться социальной программой для молодых семей специалистов. При этом стоит учесть, что в ипотечной корпорации минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет всего 5%, а минимальная ставка – 9,9%. Получите бесплатную консультацию и узнать полные условия всегда можно по телефону 25 10 10 и на сайте ипотека43.рф. Дайджест недвижимости На вторичном рынке жилья в сентябре средняя стоимость квадратного метра составила 50 тысяч 30 рублей. Самой дорогой сделкой стала продажа четырехкомнатной квартиры на улице Труда за 15 миллионов рублей, ее общая площадь – 206 квадратных метров. Абсолютный минимум – это 1 миллион 50 тысяч рублей. За столько была продана однокомнатная квартира-студия в Коминтерне площадью 26 квадратов. На этом все. В студии работала Дарья Тепузлиева. Дайджест недвижимости